Мне задавали вопрос, почему я больше не говорю о Санкт-Петербурге и не говорю о том, что хочу туда переехать. Ну, видимо, вы пропустили какие-то видео, где я говорила о том, что когда я начала работать со своей агрессией, когда я её нашла в себе, когда начала я её выражать, а у меня было очень много видео, где я выражала агрессию по отношению к своим родственникам, к мужу, а сейчас у меня этап, я выражаю открытую, откровенно агрессию к этому миру и к людям. Поэтому на моём канале сейчас очень много таких видео, где я просто оскорбляю, не знаю, унижаю население планеты Земля. То есть настолько у меня огромная ненависть к планете Земля, к Вселенной, к мирозданию, ко всем людям, всех людей ненавижу. Я мизантроп. В общем, мне надо сейчас это всё очень выразить, вот знаете, докапливать, выжать прям, понимаете. И, короче, когда я начала это всё делать с агрессией, это произошло само собой, я к этому не шла. Это просто вдруг я обнаружила эту агрессию и думаю, а почему бы её не выразить. Вот общество, как бы сказать, говорит, что это плохо, агрессию свою выражать. А я такая думаю, а почему её не выразить на моём канале? Почему на моём канале не рассказать вот так вот? Это же всё равно я выражаю всё, ну, это же, как сказать, это никому не вредит. Да, мой канал, что он вредит кому-то, что я говорю о том, что, например, я презираю алкоголиков, наркоманов и куряк. Что это кому-то вредит? Нет. Нет. Это никак никому не вредит, вот. Это только если это, как говорится, портит впечатление меня в глазах других. Да, мне наплевать, что вы обо мне думаете, вот. Главное, чтобы мне было хорошо. Ну, короче говоря, когда я начала выражать эту агрессию, вдруг так оказалось, что на самом деле, да, мне нормальный в Обскове живётся, а ещё вдруг я в Питер должна переезжать. То есть, это, видимо, какой-то был обман сознанием, что вот это желание, ну, как сказать, переехать в другой город, оно было продиктовано вот просто вот этой вот подавленной агрессией. Вот как только агрессию я высвободила, всё так сразу такое, а мне в Обскове хорошо, а я вообще не хочу ехать в Питер, я вообще никуда не хочу ехать, из-за почему я должна смотреть на этих каких-то людей вонючих, например, ехать в другие какие-то страны, там такие же люди. У меня это всё, раньше внутри было такое ощущение, оно было бессловесное, и то есть какое-то вот даже не сформулированное, что как бы если я куда-то уеду, или даже поменяю место, да, например, в другой город съезжу, в другую страну посмотрю, мне должно стать как-то лучше. Вот у многих есть это заблуждение. Но я не спорю, на некоторый короткий промежуток времени, может, а несколько дней после приезда вы такие, вау, такая смена обстановки, вот это мелькание в глазах чего-то нового, да. Но, как бы сказать, по сути ничего не меняется, да. По сути ничего не меняется, люди везде одинаковые, во всём мире люди одинаковые. Люди одинаковые, вы понимаете? Я их ненавижу, вот и всё, вот, понимаете, я мизантроп. Вот, я себе разрешила ненавидеть этот мир и людей, всех, абсолютно, ненавидеть, да. И после этого, как рукой сняло переезд Питер вообще, слетел с повестки дня. Мне даже в Питер ехать не хочется гулять, потому что я выхожу там уже с поезда, да, я вокзал знаю, я знаю, куда мне идти, я всё знаю. То есть если ехать в Питер, то по делам, да. Ну, нет, мы поедем летом, конечно. Вот так вот погулять чисто, так развеяться. Но нечасто, и желания жить там тоже у меня нету. Я могу в конце концов канал 78 включить и посмотреть на Питер, да. А там всё то же самое. Суть в том, что везде, в любой точке этой поганой планеты всё то же самое. Всё то же самое. Там везде эти люди, которых я ненавижу. Вы понимаете? Да я не только людей ненавижу. Я говорю, я ненавижу всю эту планету. Я всю эту планету ненавижу. Всё ненавижу. И солнце, которое светит на меня, я его тоже ненавижу. Вот мне недавно там попалось такое видео, типа такая есть теория, что мы на планету Земля приходим как в тюрьму. Типа планета Земля – это тюрьма для отбывания наказания. Да, у меня тоже такое же ощущение, что планета Земля – это какое-то ужасное, адовое место, куда мы приходим, чтобы здесь своё наказание отбыть. Да, я ненавижу эту планету, я ненавижу эту вселенную. Я не понимаю людей, которые могут радоваться пребыванием вот здесь, в этом ужасном месте. Оно всё пропитано агрессией и злобой. Оно всё. Это не только я тут. Я тут мне просто... А чё вы так агрессивно видео подаёте? Да потому что весь этот мир – одна сплошная агрессия и злоба. Включите канал про животных. Там одни сплошные убийства. Это нормально. На планете Земля агрессия и поедание друг друга – это нормально. Это тюрьма. Это одища. Кстати, я тут видео посмотрела такое классное. Вот на эту тему какой-то мужчина там снял видео. Видимо, не одна я такая. И мне после этого видео стало так хорошо. Когда на этом видео сказали, что вы не имеете никакого значения на этой планете. Вы песчинка. Вы случайность. Всё бессмысленно. Абсолютно всё бессмысленно. Я посмотрела это видео, ребят, мне так хорошо стало. Я вам скину ссылочку в описании, в комментарии. Закреплю там и в описании скину. Посмотрите. Я думаю, что большая часть вас, когда начнёт смотреть это видео, вы просто впадёте в осадок, у вас начнётся депрессняк и ужас. А мне после этого видео стало так хорошо. То есть когда я слышу такие же мнения людей, как и моё, что типа всё бессмысленно, всё говно. Планета говно. Вокруг вот эти люди все, все одинаковые. Мне так хорошо-то, я не знаю, чтобы меня порадовать, просто мне нужно сказать, Оля, всё бессмысленно. Всё на этой планете бессмысленно. Ты просто случайность. Ты просто одна случайность. Твоя жизнь ничего не значит. Просто расслабься, вот, и живи его, и всё. Вот я, например, сегодня зашла в ВКонтакте. Там, короче, рекламируют. У нас есть такой ресторан Строганов. И, видимо, этот ресторан Строганов, ну, успешный. Успешно у него всё это идёт. Ну, туда люди приходят. Ну, там типа такой ресторан, да, типа и музыка, и поют, и пляшут. Ну, бухать приходят. Понимаете? Мне ещё муж говорит, давай, может, там, типа, может, сходим. Я говорю, а что туда эти там бухать ходят туда? Бухать! Ну, я люблю простые заведения, понимаете? Посидеть, прийти там кофейку попить, почитать, посидеть там, может, посмотреть, что-то интересно, да? На ютубчике. Ну, вот это вот ходить туда зачем? Мы же не пьём. А туда надо ходить вот именно, типа, туда с друзьями, бабы там. Ходить там, выплясывать, поддавать, понимаете? Пить, мужиков клеить, понимаете? Потом трахаться ехать. Ну, всё, как бы сказать, стабильненько. Мне это неинтересно. И вот они там открывают клуб какой-то, типа, ну, вот для таких людей, у которых смысл жизни на данный момент вот такой. Вот. Там нет бухающих людей, вот этих, которые... Такая вот, ну, очень даже современная, я бы сказала, приличная. Вот. Но я сижу там и понимаю, что вот мне неинтересно сидеть, что-то с подругами обсуждать, о чём-то там бессмысленном. Мне интересно прийти домой и ребёнку там, например, помыть её, да, там, почистить ей зубы, научить её там чему-то новому, там, занимаемся там, читаем перед сном, да, что-то вот перед сном, да, занимаемся там, готовимся к школе. Вот мне это интересно. А вот тратить на эту болтовню своё время, мне это неинтересно. В конце концов, я ребёнка родила, да, и я должна, не то, что должна, но я раз родила, это совершенно естественно, что мне интересно с ребёнком заниматься, да, например, время проводить. Как бы, вот, ну вот так, в общем, да. Как бы, и зачем рожать, если всё время бегаешь по каким-то кабакам с подругами, там, это тыры-пыры. Зачем рожаешь детей, если вот так вот? Значит, тебе дети не нужны. Значит, не нужны тебе дети, раз ты, как бы сказать, не получаешь удовольствия, находясь с ними. А у меня прям вот это вот, прям вот это упущенное как выгода, да, что вот если я вот говорю, я с подругами вообще не хожу никуда. А если я назначаю встречу с подругой, я вот назначила, а потом сижу и думаю, господи, ну зачем я с ней договорилась встретиться? Ну зачем я теряю время вот какого-то мне чужого, мне человека? Вот такое у меня отношение, да. Несмотря на то, что потом я пообщаюсь, мне будет интересно, да, после общения, да, я узнаю, что-то нового. Но вот как всякий раз накануне вот такое ощущение, что, господи, ну зачем я теряю время на этого у меня чужого человека? Господи, лучше бы ребёнку бы, ребёнка бы сама помыла, сама бы-то я бы что-то ей почитала, да, там пришла. Ну вот такое вот отношение. И вот это всё у меня появилось После того, как я сказала этому миру Что я его ненавижу И людей я ненавижу Я всех людей ненавижу и презираю Как массу Не, ну своих личных знакомых я ненавижу Не так, что я встречаюсь с человеком И типа, ааа, я тебя ненавижу Нет, такого нет Но в принципе всю эту планету И всех людей Как систему Я всё это ненавижу Вот это всё мироздание Вот это всё, что вокруг меня Я всё это ненавижу Эту грёбаную тюрьму В общем, сейчас по питерским новостям Рассказывали про людей Которые летели из Таиланда в Питер И, короче, у них в багажном отделении Была собака, мопс И она умерла Но, скорее всего, умерла от остановки сердца Видимо, ну, понятное дело Я вообще не понимаю Чё за хуйня Откровенным словом У вас, у Аэрофлота И у всех остальных авиакомпаний Ну, как можно животное, блядь, сдать в багаж Я вот этого никогда не понимала Вообще, как? Я бы никуда не полетела Мне, вот если бы мне нужно было переводить Я бы вообще в свою жизнь не выстраивала так Во-первых, если мне нужно летать Вот если реально Я бы не заводила животных Это первое Но если бы мне нужно было бы куда-то лететь Я бы, я не знаю, что бы я делала Но я говорю, я поэтому Вот у меня кошка есть, да Я даже не хочу ни в какие Ни на какой отдых уезжать Почему? Потому что Ну, как я оставлю кошку? Да, мне проще отказаться от отдыха Где-то, например В пользу кошки Потому что я ее завела Я же ее завела Извини, Оля, сука такая Ты взяла ответственность за животное И ты что, готова Это животное оставить дома И куда-то лететь? Хотя нет, у меня первый раз Когда мы с первым мужем жили тогда еще Я так хотела в Египет Что я кошку оставила Там, ну, в комнате в коммуналке Моя мать там приходила, да Несколько раз кошку кормила И когда мы приехали Кошка и задрала при входе Все обои Ну, животному было скучно, одиноко Вот, в комнате Вот Но так, чтобы вот животное Не знаю, сдать в багаж Я бы ни за что бы не сдала бы Я бы и тогда бы и не полетела бы Я бы тогда отказалась бы от вещей в жизни От каких-то, да Ну, я бы в багаж Ни кошку, ни собаку не сдала Ну, что за бредятина вообще Это вообще зверство какое-то Но они, кстати, вот эти люди Хотели оплатить собаке 60 тысяч С билет как за пассажира Им не позволили Из-за веса собаки Я не знаю, что там подошло по весу Вот Люди, конечно, разные Вот я могу привести В пример Мою свекровь Она оставляла и собаку И кошку Уезжала Мой муж там ездил, кормил Ну, свекровь вот такая У неё такая Она такая спокойная женщина Я всегда поражалась Спокойно оставляла Вот Помню, уезжала тоже Она отдых Дочку оставила Несовершеннолетнюю Подростка 15-16 лет И мы с мужем Когда они уезжали Они когда вместе все уезжали Мы к ним переезжали В дом Ну вот А тут дочка решила не ехать И дочка осталась Как бы И мы опять переехали в дом Я там продержалась Несколько дней В их доме И потом я мужу сказала Я возвращаюсь на квартиру Почему? Потому что дочка Позволяла себе Там где-то воду не закроют Где-то что-то не закроют А я человек такой Ответственный Я с людьми Такими Которые очень А у мужа моего У него вся родня Такая спокойная Все такие Все такие спокойные И я как посмотрела Что она так относится Там и это И это То-се-то Другое Потом как-то Я в 11-12 часу Выхожу Спускаюсь вниз туда А она сидит С парнями С какими-то Я мужу поднимаюсь И говорю Твоя сестра Каких-то парней Парни лет по 18-19 Привела Они там внизу сидят Я говорю Ты вы что? Я говорю Отсюда Уезжаю Я говорю Уезжаю Я больше в этом доме Находиться не буду Потому что Я как человек совершеннолетний Несу ответственность Я ухожу Я все проверяю В конце концов У меня здесь компьютер Какие-то вещи личные Не дай бог Твоя сестра что-то не досмотрит И мое имущество пострадает Я так не готова Я говорю Все Вот пожалуйста Я съезжаю Все нафиг Оставайтесь тут Это вот Отвечайте сами Вот Я не собираюсь Следить за этим всем То есть И есть такие люди Вот если я смотрю на людей Вот такие спокойные Такие спокойные Так у них все просто Вот мне тоже пишут люди Оля Ты просто Вот ты на айфон накопила Ты просто Точно так же накопи На отдых и едь Ребятки я айфонку покупала 60 тысяч рублей Я прошлый айфон продала За 40 60 тысяч добавила И за 100 купила Где какой отдых У нас в России И за границей Вы окупите за 60 тысяч рублей Извините Я год копила На айфон А на отдых мне сколько Три копить А потом эти деньги Просрать за одну неделю Ну Зайки у вас Очень красная логика Я не готова Копить деньги 2-3 года А потом их Просрать за неделю Как-то это неравнозначно Когда ты столько Вложила И так их спустить Это очень легкомысленное Отношение к деньгам Я считаю Жить надо по своим средствам А не просирать деньги Которые тебе достались Огромным трудом В одночасье А у вас все так просто Оля, ты просто накопишь 60 тысяч рублей С маленьким ребенком На эти 60 тысяч едь Да не надо Ничего Купишь страховку За тысячу рублей Страховка все покроет Едьте вообще просто С голым кошельком За границу За границу надо лететь Доллары надо покупать Понимаете? Наличкой И как эти доллары перевозить? Карты сейчас все не работают Там говорят Какие-то банки работают Но это карты надо делать Вот Я не хочу карты делать В каких-то левых банках Понимаете? Как там приехать Где эти семьи? Я лично такую ответственность На себя брать не хочу Но у вас У дураков Все просто Это у дураков Как всегда Все просто Я когда помню В колледж Пришла учиться И такая У меня школа танцев А мне Тамара Михайловна Наш педагог сказала Когда ничего не знаешь Тогда все просто И школы танцев открывать И да И потом я поняла Действительно Только когда ты Ни хрена не знаешь У тебя все просто Вот Вот как я говорю У тех У кого Кто не думает У кого так Они у них всегда Все просто Нет Нет я занятий человек Очень ответственный Я такой Я чересчур Ответственный человек И мне это нравится И мне так жить Комфортно Мне так жить комфортно У меня и жить Потому спокойная Спокойная Размеренная У меня особо Ни хрена не происходит Потому что Я всегда Обо всем думаю Наперед Вот так Ах ты моя девочка Вот как такую Девочку Ждать в багаж Ну вы посмотрите Ну вот как можно Ну такую Сдать в багаж Правда Лизонька Ну вот как Как такую сдать А Да Лицо недовольное Лиза Почему у тебя Такое напряженное лицо Сделай лицо Как папа тебя гладит А кисуля И ты мой дядь Кидор Ой 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 Ааа Давай покусаемся Я люблю Когда ты меня кусаешь Ааа Давай Ааа Давай Давай поцелуем еще Давай 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 Так А так я люблю Вас кис Поцеловать Ааа Пообнимать Ты так вкусно Пахнешь Не могу Кошачьим Кормом По поводу отдыха Вот Я вспомнила Вспомнила Конец Что я завидую Вот Бабам Которых мужья Просто берут Как чемодан И отвозят на отдых И я вам уже об этом говорила Что у меня есть такое желание Чтобы мой муж Все организовал Нет Я конечно буду с ним К поиску тура Например Прилагать усилия Смотреть Отзывы читать Рекомендовать отель Но все остальное Материальную часть Покупку тура Я чтобы только паспорт свой взяла Кстати У меня загранник Заканчивается Летом Двадцать пятого Года Сейчас какой Двадцать четвертый год Надо менять Загранник Да 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 Я после Замужества Как поменяла Загранник Так больше И его А нет Использовала Как же Я же в Эстонию В Латвию ездила Вот с ним Да Вот хочу Чтобы мой муж Так вот нам Поездку организовал Че Лендусь Давай Вот Вот так Вот Чтобы организовал И мы поехали Я ему уже Эту идейку закинула Я говорю Я хочу Чтобы ты нас С ребенком Отвез на отдых Потому что Я завидую Этим бабам Да Наконец-то Я кому-то завидую Я вспомнила Что я завидую Этим бабам Которые вот такие Бабы Такие бабы Мамашки Такие жены Их муж взял Вот так вот И поповез Да Отдыхать Такое вот Понимаете Да Никак я с первым мужем Ребятки Никак с первым мужем Все я Все я Все я Бегала Организовывала А он только в аэропорт Приехал Считай Понимаете А так все я Все я Фу как это бесит Понимаете Все я Все я Я купила Я доллары поменяла Я все это Понимаете Я все продумала Там Вплоть до самых мелочей А он только Блях Приехал Я так не хочу Не ну я тоже готова Вот я например Ответственность за сбор чемодана Это на мне Потому что я Собираю чемодан Всегда по списочку Составляю списочек За месяц А потом Постепенно В течение месяца Хожу И на фоне Так думаю Так Что бы мне еще Включить в этот списочек Все ли медикаменты я взяла Да Все ли я взяла Вот это все на мне Чемодан Сбор чемодана на мне Конечно же Да Вот Но я говорю еще раз Материально-организационные вопросы Все вот эти должны быть на мужа Я Это моя мечта Вот Мой муж должен мне такую мечту исполнить Понимаете Да Вот я вот так хочу Поэтому пусть работает над этим На этой ситуации Вот Ну и еще такой вопрос Заиньки Я вот нынешняя политическая ситуация Я не хочу летать Понимаете Меня вот эти вот истории Когда летят в Египет И облетают вокруг Меня не устраивают Понимаете Да Не нравится мне эта вся Ситуация Как-то лететь не хочется На самолете Правда Просто не хочется И кошку не хочется оставлять Понимаете Вот Бабушку не хочется оставлять На неделю Тоже понимаете Да Вот Такие есть многие моменты Которые не хочется Здесь оставлять Вот Поэтому никуда и не лечу Много таких вот Вроде мелочей Но они все собираются В одну кипу И вот И говорят такие Ты посмотри-ка Сколько мелочей Но все они напрягают тебе Будут напрягать отдых Поэтому Что-то как-то неохота На самом деле Неохота Столько денег Угрохать Неохота Честно Лучше телевизор новый купить Правда Лучше ремонт в туалете С ванной сделать Понимаете Да Это как-то даже сейчас Ну Важнее Тем более Нынешняя обстановка Неуверенная В завтрашнем дне Что там С нашими мужиками Опять делать будут Поэтому Вот Это все Отбивает желание Планировать И мечтать Понимаете Все Да Да Политическая обстановка В стране Лично на меня Оказывает просто Губительное воздействие Как бы кто ни говорил Помните Как на этом На горячей линии Ой Этой Доверят А всегда было нестабильно Да ладно Прямо до такой степени Как сейчас Когда ты думаешь А вообще стоит ли Планировать С твоим мужем отпуск Да Например через полгода Может быть через полгода Твоего мужа Куда-нибудь заберут И смысл А может прям в аэропорту Соберут Соберешь ты такое С темоданами С ребенком И скажут А муженек А вы нам нужны В другом месте И ты полетишь Я не знаю В какую-нибудь Египет А муж что-то полетит В другую часть Ну нахера мне это надо Нет Политическая обстановка В стране нестабильная Оказывает на мой Внутренний мир Чрезвычайно Губительное воздействие И тут Не поможет ничего Ни аутотренинг Ни таблитосы Ни алкашка Ни курение Потому что Ни психологи Ничто не поможет Потому что Я не тот человек Который уходит От реальности При помощи Каких-то стимуляторов Я от реальности Никуда не бегу Я реальность обожаю Мне чем реальнее И правдивее И пожестче Тем лучше Я из тех людей Которые испытывают Оргазмическое удовольствие Когда им говорят правду Особенно Когда она еще такая Прям Жесточок такой Говоришь Оля Твоя жизнь Дерьмо Оля такая О, и правда, моя жизнь говно. Господи, счастье-то какое. Пользуюсь зачастую вот этими духами. Ну, водой парфюрно-мерной, которую я покупила в Рибгоше. Фирма Тутонда. Чиното. Чиноното. Чиното. В общем, мне нравится. Хотя запах, честно говоря, не мой. Какие-то апельсины. Но запах, он меняется, да? Запах меняется после вскрытия флакона, да? То есть туда попадает воздух, происходит окисление, да? И запах постепенно меняется. И это нормально. И он стал даже получше, чем был. Помните, я еще рассказывала вам, что я на Вайлдберс перед Новым Годом купила вот такой атомайзер Uniscent Moscow с духами там одними. И, короче говоря, несколько пшиков были нормально, а потом, ну, запах тухлой парфюмерной воды оказался там. Вот. Ну, и типа я подала заявку на возврат, а я ее и не собиралась, короче, возвращать. Почему? Потому что, я честно скажу, я покупала из-за атомайзера. Мне так понравился атомайзер, а такой я нигде не могла купить. Потому что у меня есть вот такой простяцкий, но он такой простяцкий, знаете, эстетического удовольствия не приносит. Вот такая мензурка, да? Вот. А этот такой интересненький. Так вот так, смотрите, так выкручивается. Так вот. И самое важное, там внутри колба, она стеклянная. В стекле надо всегда духи, конечно, носить, не в пластике. Вот. И, короче, я подала на рассмотрение заявку, ее два месяца мусолили и отклонили. Отклонили и специально мусолили два месяца, потому что после этого второй раз уже не подать. В общем, ну, я там посмотрела какой-то ИП, ИП какой-то Шамиль Бесланович. Вот. Вот, в общем, Шамиль Бесланович, вы, вы негодяй. Вы негодяй. Вы продаете тухлые духи. Вот. Ну, ладно, я не буду возникать, потому что я еще раз говорю, я покупала из-за этой фигни, из-за атомайзера. Атомайзер классный, вот. А вы, зайники, у этого Шамиля Беслановича лучше ничего не покупайте, потому что все отзывы, которые я на Вайлбере составила, они все удалились. И там показывает, например, что у этого товара 15 отзывов, а видны только 5. Потому что подтирают, подтирают отзывы, и все. И ты никаким образом заказать свое, как бы сказать, ну, вот, вернуть товар ты не сможешь. Никак. Вайлберес выстроен так, что все только защищает продавца. Только Озон. Зайники, я только на Озоне сейчас заказываю вещи такие. На Вайлберес заказываю очень мало и по мелочи. Вот. Кстати, вот этот атомайзер я налила вот такую. Кстати, на Озоне заказывала у Ревгошевского магазина такую водичку кокосовую мне нравится. Так что у меня всегда с собой сейчас вот этот атомайзер с кокосовой водичкой. Мало ли, надо поддушиться где-то немножко. А еще, кстати, я сейчас на ногте. У меня проблемы, о которых я расскажу чуть позже. Я наношу вот такую штуку. Стоп анихолисис, сыворотка. В общем, когда будет, ну, успех, я вам покажу. Дело все в том, что штуку эту надо наносить очень долго. Я в отзывах читала, что люди пишут, что ну, очень долго. Очень долго, чтобы от этого анихолисиса избавиться. Это очень много времени. Я мажу уже три месяца, но результат есть, но он очень маленький. Я думаю, что, ну, где-нибудь, может, через полгодик и через годик я вам расскажу. Вот. Эффект есть, но такой медленный. Ну, вообще, на самом деле, все, что с ногтями связано, она очень медленная. Я еще спросила у своих знакомых, которые подологией занимаются, я говорю, сколько отрастает-то. Потому что они все выкладывают, результат промежуточный. Они там это нити накладывают. То есть там нет такого, чтобы вот анихолисис, ужасное состояние, вот чистый ноготь. Нет такого. Они выкладывают, абсолютно все подологи, обратите внимание, они выкладывают ноготь страшный, а потом, когда он чуть-чуть как бы начал капельку расти, ну, с этой просто металлической херовинкой, который сверху они накладывают, а чтобы вот так вот чистый результат, я ни у кого не видела. А я и задаю вопрос, говорю, а сколько надо, чтобы отрастить? У каждого по-своему. Я говорю, ну, а в принципе, сколько? От трех месяцев до трех лет. Ну, в зависимости, как человек, конечно, будет сам за этим следить, я-то каждый день, займите, три месяца каждый день, утром и вечером наношу. Я не пропускаю. Вот. Как бы, ну, я говорю, результат есть, но он очень медленно идет. Так медленно. Все, что связано с ногтями, очень медленно. Сейчас зашла к Саше Тренделочке в Телеграм. Она там выкладывает, что у них в Питере Банни Мун, какое-то кафе, и вот там она показывает сыроедческий ролл. А в чигуне тоже, я всегда помню, раньше брала веганский ролл. Но сейчас его убрали. Он стоил недорого, где-то 160 рублей. Ну, там что, был рис завернутый в капусту, да, и внутри там вот эти овощи какие-то, и что-то там еще такое вот. И мне очень нравилось. Почему? Потому что минимум жира, как бы, не люблю жирное, потом съем, если что-то очень жирное. А потом как-то, ну, тяжело. А этот такой легкий. Я, обычно, возьму зеленый чай, этот ролл сыроедческий, и круто. А сейчас его из меню убрали. Они там, ну, убрали что-то, видимо, что люди не покупали. Вот, видите, мало кто, видимо, покупал такой ролл. Вот. Очень жалко, потому что вот я в последнее время брала у них ролл, съедаю, а он такой жирнющий, там тут намазано соусом каким-то. Мне так тяжело после него. А, по-моему, тот съешь, и так было легко, хорошо. Вот. Очень жалко, что, видите, у нас в Обскове такого мало. А в Питере много. Сейчас я буду, честно скажу, обсирать заведение Обскова. Вы знаете, очень многие заведения Обскова, это, как правило, вот, как объяснить, ну, я даже не могу сказать, но они, вот, знаете, они с таким ассортиментом... Вот, давайте возьмем пицца-фабрику. Вот у меня недавно приглашала подругу туда сходить. И туда я, ну, хожу только тогда... Не судите. Туда хожу только когда ребенок, вот, типа, на мастер-класс пицца в печь, еще что-то. Вот. Чтобы было интересно ребенку. Но так, на самом деле, там жрать особо нечего. Все вредное, картошки фри, пиццы жирнющие. Полезного особо ничего нет. Ну, какой-то салат, ну, знаете, ты купишь этот салат, какой-то, знаете, задрипанный простятский салат. Нет такого, как в Питере, чтобы, знаете, взял, вот, как Саша показывает, и там так интересно, там что-то придумано. Нет такого. Если идти в какие-то, типа, как, знаете, как рестораны, такие, знаете, типа, как, ну, рестораны, да. Если это ресторан такой прям, ну, понтовый, там будет, во-первых, все очень дорого. Ну, и еда будет такая, ну, как объяснить. Если попроще ресторан, то там все будет, знаете, как к армянам зашел. Знаете, как вот раньше в ресторанах у армян. Там вот эти оливье наделанные какие-нибудь сто лет назад, какие-нибудь там куски мяса, нарезки колбасы. Ну, в общем, все такое простятское. Вот то, что показывает Саша, я прям смотрю и думаю, господи, ну, у нас в Собскове такого нет. Ну, нет такого. Все такое, вы знаете, такое какое-то простятское, жирно-вредное все такое. Даже если ты идешь в какое-то заведение, вроде которое понтуется, ну, все равно. Вот все, все, в принципе, одинаково. Все, в принципе, одинаково. Даже в том же самом чагуне, я говорю, были вот эти роллы веганские, я их брала, мне нравились. Они их убрали, потому что, ну, нахрена псковским жителям веганские роллы. Ну, о чем вы вообще говорите? Вообще, кто и оценит? Кто оценит? Ну, многие, видимо, не оценили, вот они из меню и убрали. Зачем держать меню то, что не берут, да? Хотя, как бы сказать, это неправильно. Как мой муж говорит, это неправильно, потому что, например, раз у них были веганские роллы, я к ним чаще заходила, покупала веганские роллы и покупала, может, что-то еще ребенку. А так вот теперь я захожу туда, мне недавно спрашивали, Оля, а что посоветуешь из еды? А я не знаю. Я написала, говорю, советую кофе. Все. Потому что, вот я говорю, брала роллы с креветкой, сейчас они такие какие-то жирнющие стали, мне не идут. После, я после, как съем их, рыгать начинаю, мне тяжело, вот. Ну, вот сейчас я для себя нашла кафе Миша. Там есть омлет. Приходишь, съел этот омлетик с ветчиной, с сыром, не знаю, попробую что-нибудь еще у них. Цены такие очень доступные, они не делают большую наценку, видимо, у них большую, они берут объемом, да, чистенько, опрятненько, вот. Мне понравилось там. И еда такая, как бы сказать, ну, однозначно, ну, как полезная, полезнее, чем в других местах, понимаете, да? Так что в Апскове такого, знаете, нет. Зачем в Апскове такой выбор? Для кого? Для кого? Не оценят. Не оценят. В общем, походила, погуляла, поклеила объявления. Как же мне это нравится. Как же мне это нравится. Ходить одной. И сейчас я хочу сходить покушать в кафе Мишу, который на четырех углах. Вот. Хотя мне не очень нравится то, что он как будто в подвале, но ладно, сходим. Выпьем кофейку, съедим, надеюсь, омлет. Вот. Это я не знаю, какая тут улица. Какая тут улица? Гор... Максима Горкова? Сейчас смотрела Веронику Степанову какое-то старое видео. где она рассказывала о том, что еще в Питере, когда она жила, она лечила зубы там у какого-то стоматолога молодого, который ей и всей семье испортил зубы. Он забывал в каналах иголку. И от этого зуб разрушался. И я сразу вспомнила Стаса Кариндясова, стоматолога нашего. Стоматолог, который мне испортил зуб, и не один, но один плачевно, вместе с ортопедом Гербелевым. Кто захочет посмотреть эту историю, пожалуйста, можете зайти на мой канал, посмотрите. Я видео оставлю, ссылочки, всплывающие на видео. Так, куда мне тут... Короче, значит, я вспомнила Стаса. Ой. Я каждый раз, когда вспоминаю его, я вот ему желаю всего самого худшего. Вот просто всего самого худшего. Стас, я тебе хочу пожелать... Вот думаю, что для тебя будет самое худшее? Наверное, чтобы у тебя член не стоял. Потому что ты поб***ь-то любишь. Да? Ты ко мне приставал и там еще к пациенткам. Поэтому, чтобы у тебя не стоял, чтобы у тебя не стоял до конца твоих дней. Потому что тот факт, что ты мне запоганил зуб, да еще и не один. Вот у меня вот этот зуб, он мне тоже его лечил. Спасибо Борису Николаевичу из улыбки. Он мне на штифт его поставил. Это же... Он же мне тоже запорол. Нерв удалял там и тоже запорол мне зуб. Этот он тоже весь полумертвый, полудохлый. Ладно, давайте я вам засниму. Вот здесь такой на четырех углах во дворах. Маленький бизнес-центр, значит, тут рядом какое-то здание и, наверное, какое-то косящее поиск под историческое или, может быть, и есть историческое написано аренда. Вот эти стены покрашены. Вот, в общем, вот сюда мы и идем. вот сюда, вот в эту дверь, короче. Мне очень-то нравится. Идать, весь бизнес-центр ходит сюда кушать. Но самое важное, что здесь был туалет, потому что мне нужно в туалет. Так, посмотрим, здесь он в туалет есть. В общем, тут достаточно тесненько, интимности особо нет. Так, чисто пожрать зайти. Оля, какую вам дала оценку. Ну да, именно все так и есть. Зайти пожрать. Надеюсь, что там будет этот вуалет. Вот. Вот такие тюльпаны у нас висят. В целом, как бы так, как-то блошновато немножечко лично мне. Но я пришла пожрать, поэтому, наверное, расслабимся немножечко. Вот такая еда, друзья мои. 240 рублей. Вот такой мрачноватый вид открывается при выходе из кафе. Да у нас везде сейчас так мрачненько, ребят. О, смотрите, гора песка. Что за гора песка? Наверное, коммунальщики с это... Посыпать лед, что ли? Не знаю, жесть, короче, какая-то. Ямки на дорогах. Ну, зайки. У нас такого добра сейчас будет много. Весна, она вот, она чем и страшна. Вот именно вот такой, знаете, грязи. Вот такая грязь вся начинает быть видна. Да, видна. Я покушала, даже объелась, я бы сказала. Представляете, да? То есть, мы в прошлый раз с Линдой брали на двоих омлет с котлеткой. На двоих нормально. Блин, одна я просто обожралась. Вот, представляете, да? У меня желудок маленький. Поэтому мне вот этот омлетик, и я уже все... Ну, я правда еще конфетку съела. Конфетку. У меня всегда сейчас с собой есть какая-нибудь конфетка, там, типа, наподобие, как это, финик в шоколаде. Делиз. Нравятся мне эти конфетки из магазина Ленка. Делиз фирма. Очень вкусненькие. Там даже в финике они какие-то такие немножко сладковатые, приторные, я бы сказала. А вот этот, как его... Там есть финик с апельсином вместе. Вот он мне получше, побольше нравится. Он такой, вроде, сладковатый, такой, как будто горьковатый. Но не сильно горький, нет, просто вот такой сладости такая вот. Нейтрализует, короче, апельсин. Излишнюю сладость финика. Во вкус Вилли тоже неплохие конфеты. Я пробовала, ну, я не пробовала, не покупала, я пробовала у них дегустация, так, я не туда иду. У них дегустация бывает периодически. Вот я пробовала у них даже финик был такой прям, ну, прям целый. В Далисе это немножко он переработанный, как бы, такой чувствуется, переработали, его засунули в шоколад. Вот. А сейчас полшестого, видите, уже так смеркаются. Я сейчас немножко пошляюсь, и меня муж с ребенком где-нибудь подхватят. Где-нибудь. побыстрее бы уже я могла бы перейти на самокатах. Дети, он уже гоняет на этих самокатах. В принципе, мы с Линдой тоже можем, у нас же есть два таких самоката, мы можем на них. Но сейчас еще холодновато. Почему? Так, я перехожу дорогу, чтобы всем остановиться. Так, ой, Господи, я бы какую-то упала. Мать, бедные машины. Дело в том, что пока холодно. Когда ты едешь на самокате, ты вдыхаешь этот воздух через носоглотку, да, а дети-то они любят ртом дышать. Понимаете, да, они любят мало того, что ртом, да еще и животом. И, в общем, вот это дыхание, оно, конечно, если ты едешь на самокате, оно способствует быстрому заболеванию, простужанию. Поэтому пока рановато еще на самокате. На электро, конечно, в этом плане лучше, легче ехать. Так, о чем мы там говорили-то? Я уже забыла, о чем мы говорили. А, я тут, короче, хочу Фаберлик заказать в пробнике духов парфюмерной воды. Ну, может быть, мне что-то понравится, я потом выберу, куплю. Вот. Правда, я, знаете, вот этот сам формат заказывания через консультанта, мне он не очень нравится, ну, как-то, это, знаете, когда ты, ну, не в школе, а в институте, да, это как-то часто, да, там у своих заказывала, да, однокурсников, и я самопомню, что-то там распространяла. Вот. Ну, а когда вот так незнакомый человек, как-то стрёмно обращаться, а тут я, короче, там пошла рядом с домом в Вайлдберрес, там, короче, смотрю, лежит каталог на столе, кофемашина, думаю, думаю, напишу, напишу, что мне нужны пробники, вот, может, что понравится, куплю, может, потом флакончик, вот. Мне нравится душиться разными духами, вот, ну, как бы пробник, по пробникам, да, я помню, когда я в школе ещё училась, мне очень нравился ворифлейм, запах, как же он назывался-то, прэшос, как-то прэшос, мне так он нравился, вот, так они стоили дорого, духи эти, ну, для меня, для школьницы, да, а пробник купить там где-нибудь на рынке, было нормально, вот, но я помню, так себе, по-моему, и не купила эти духи, вот, не помню, были они у меня большой флакон или не были, вообще, вот, были классные у многих вот этих вот, ну, и, ну, у Вейвана я не знаю, классные, я помню, у Рейфлэйма был классный аромат, у Фаберлик тоже, их снимают, они устаревают, зря, что снимают, люди привыкают к ароматам, может быть, конечно, их хуже начинают брать, вот, ну, не знаю, как привыкнешь к духам каким-нибудь, или, например, вот, у Ивсен Лорана, да, вот эти были, манифесты, вот, за каким хреном вы их сняли с производства, ну, за каким, да куча баб, я вот у какой бабы, не спрошу, все бабы так любили этот, ну, манифест, ну, за каким чертом вы его снимаете, что, он устарел, или что, это был потрясный аромат, я помню даже, я как раз-таки новый себе флакон покупала, но он у меня закончился, и как раз я новый купила, когда вот с первым мужем разводилась, у меня оставалось совсем чуть-чуть, я этот флакон, где-то было чуть-чуть, взяла с собой в Египет, и там его выкинула, доиспользовала, это был такой потрясный аромат, ну, за каким чертом вы сняли его, а? Я бы сейчас бы, если вот он был бы, я если бы, ну, понятно, сейчас санкции, да, но если бы был бы манифест и в Сен-Лоран, я бы так же им и пользовалась, я бы никакие другие ароматы даже не покупала, то есть я вот так люблю, ну, то, что мне, если мне что-то понравилось, все, я так и буду этим пользоваться, потому что я не люблю новое пробовать, мне нравится то, что мне нравится, и то, что я уже знаю, какое будет, ну, впечатление, эффект, результат, ну, а это райончик, областная больница, остановка автобуса номер 2, тут я вам редко показываю, да, вы знаете, скоро лето, ну, и когда потеплеет, мы с Линей будем на самокате разъезжать по городу, будем развлекаться, будем заезжать в самые интересные уголки Пскова, показывать вам это все, бродяжничество, обязательно, вот говорю, обязательно, когда потеплеет, этим летом мы с ней отправимся в путешествие на самокате, пока что на двух ногах хожу, это что здесь такое находится, какое-то не училище или медицинское здесь находится, не знаю, что-то здесь находится, это остановка разрушающаяся, здесь там же рядом туберкулезный диспансер, здесь какая-то не значит раскопано все, там, значит, областная больница, там Трампу мы ездили туда, да, учебные, медучилища, наверное, мне кажется, медучилища, вот, там дальше дом офицеров, храм Александра Невского, вот, как-нибудь и там я пошляюсь, вам покажу, Катанай, ветеринарный центр, дорогой, дорогой, говорят, дорогой, и, как бы, денюжки они там берут, берут, я вообще в ветеринарию не верю, потому что, как у нас, взрослых людей не могут лечить нормально, а чё, что может говорить о животных, вот, я считаю, что о животных научить особо лечениями не надо, суждено, так суждено, помереть, как говорится. Честно скажу, хожу я, у меня видок ещё тот, вы знаете, я вообще вот в этом платке и своими волосами у меня действительно есть что-то такое, чем я могу напомнить какую-то, ну, вот, ну, не цыганку, но что-то такое вот я могу напомнить, и мне так нравится, как на меня вот так смотрят, знаете, предвзято, я так это люблю, вы знаете, мне так нравится вызывать у людей противоречивые чувства, я это просто обожаю, так, пусть автобус проезжает, не будем, пусть спокойненько проезжает, люблю вызывать противоречивые чувства у населения, люблю провокацию, так, люблю провокацию, люблю делать вид, вот, например, одежда, еще чем-то, что я, знаете, такая вот дурешка, дурешечка такая, простушечка такая, хожу такая в балахоне своем черном, в платочке, понимаете, как я это люблю, народ смотрит на меня еще так, знаете, а у нас народ это такой взглядом все выдает, это ж, мы ж не лицемерные эти американцы, которые всем улыбятся и всем говорят, все окей, все окей, да не, а у нас по народу сразу видно, если они, ну, ты им не нравишься, как-то они тебя так, ну, еще в платочке, у нас же не принято женщину в платочках ходить, вот, не принято, поэтому на женщин в платочке сразу так смотрят, как-то циклит, вот, мне так нравятся эти взгляды, я обожаю, я так это обожаю, вообще, это, 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 это мое самое любимое, ну, что, давайте покажу вам псковскую арбанистику, это общежитие, да, ну, сейчас общежитие, наверное, я не знаю, какой статус, я знаю, что там общежитие, там, как бы, частное все, сейчас же нет общежитий, но это бывшее, наверное, как общежитие, где приватизировано жилье, вот, такой вот тут ров, ну, я не знаю, как вам, мне такие пейзажи нравятся, я показываю, то не потому, что хочу, типа, опозорить, да, сков, нет, просто показываю, это жизнь, вот это реальности, это в стиле Дмитрия Маркова, такой реализм, понимаете, да, реализм, мне это нравится, ну, зайдем, посмотрим, там должен быть этот выход сквозной, вы знаете, кстати, что хочу сказать, что перед нынешними выборами совершенно не засраны почтовые ящики, раньше, как только выборы начинались, все было засрано, а нынче, вообще нет, вообще, ну, вот, как я вам говорила, тут сквозной выход, господи, труба как изогнутая, боженька, это что за труба-то, газовая что ли, милостивый господи, что она так изогнутая, бедные люди, ой, стройка какая-то идет, что там строится, интересно, вот видите, как у нас тут, грязюка, грязючка, да, грязючка, ну, а это мы вот вышли к туберкулезному диспансеру, жуткий такой у него видок, видите, тут работает наш доктор, помните, у которого мы брали интервью, да, пожилой доктор, вот, кстати, мне он звонил, поздравлял с Новым Годом, вот, рыпыры, он, конечно, хочет, чтобы я зашла к нему, вот, но я ему сказала, послушайте, пожалуйста, ну, как вы поймите, я человек занятой, мне интересно снимать видео, то есть вы мне можете о чем-то рассказать под запись, да, ну, что-то там полиция какая-то, или что это на входе, вот, я ему говорю, вы можете мне рассказать под запись, вот, вначале хотели поговорить о его книге, посвященной, там, философии, да, вот это вот, у него очень многие книги, там ничего, то, что какие-то там политические темы, но они, конечно, около политические, но больше там философия, философия, вот эти вот все, да, мыслители, он описывает их теории, вкратце анализирует, вот, но дело все в том, что он, видимо, как человек старой закалки, он боится говорить на многие темы, да, я ему говорю, хорошо, давайте тогда о здоровье, вот, ну, а мне надо под запись, понимаете, я человек, извините, занятой, и в первую очередь, основное мое занятие, это я, это мои дела, это мое саморазвитие, мне почему-то кажется, что многие люди считают, что я веду свой блог от какого-то одиночества, от нехватки общения, и как будто мне вот надо общаться, да мне вообще никто не нужен, зайники мои, хотите со мной общаться, либо за деньги, либо под запись, да, как бы это ни звучало для вас, но извините, я живу один раз, каждая минута моего времени на вес золота, почему я должна общаться с какими-то людьми, понимаете, мало знакомыми, понимаете, да, если я из этого могу сделать интересный контент, что для меня представляет, как раз таки, и радость, да, пожалуйста, я со всеми пообщаюсь, но я не одинокий человек, у меня есть я, понимаете, мне не нужно общение с другими людьми, чтобы почувствовать себя как-то лучше, нет, вот, и я свое время все ценю, потому что это мое время, моя энергия, если я буду куда-то ходить, с кем-то общаться, ради просто какого-то интереса, я в это время могу прибраться, постираться, почитать, монтировать, послушать что-то, да, зачем мне идти куда-то, с кем-то общаться, понимаете, да, друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке, в первую очередь, это ваши лайки, комментарии, и подписки, также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts, все ссылки в описании видео, а для самых увлеченных зрителей, у меня есть уникальное предложение, стать моим доном в группе ВКонтакте, Невротичка Оля, нажмите поддержать автора и введите любую сумму, удобную для вас, и вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разбором на примере моих ситуаций, будьте готовы, эти видео слишком откровенны, люблю, целую, ваша Невротичка Оля. Субтитры сделал DimaTorzok